Графика, живопись, разнообразие техник. Более 300 рисунков представили участники из разных образовательных и культурных учреждений на суд компетентного жюри. Все работы были посвящены здоровому образу жизни. Я являюсь постоянным членом компетентного жюри. И хочу сказать, что удивило, что в этом году большое количество участников. На 100 участников в этом году больше. Конечно, очень сложно было журить. Но хочу отметить, что работы выполнены на высоком профессиональном уровне. Поражает количество жанра изобразительного искусства. Здесь мы увидели плакат, увидели станковую живопись. Основная задача конкурса – привлечь молодое поколение к здоровому образу жизни. Администрация городского округа ежегодно проводит это творческое состязание и желающих поучаствовать в нем все больше. Больший охват детей, который вместе с родителями, и это тоже очень хорошо, придерживается здорового образа жизни. И что отмечено именно в этом году, дети в своих рисунках отражали свой город, где они живут, и старались показать свое отношение к городу. И сочетали это именно с отказом от вредных привычек. И очень радовало то, что призывали к этому взрослых. На заседании конкурсной комиссии жюри выбрало 16 лучших детских рисунков в следующих номинациях. Оригинальная идея, креативность, творческий подход. Пристальное внимание уделялось рисункам, на которых отображены смысловые моменты. Это за здоровый образ жизни, занятия спортом, культура питания, ну и различные другие. Победители конкурса по традиции наградят дипломами главы городского округа Щелково и подарками. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова